Друзья, всем привет! Сейчас я готовлю обед. Такой овощной обед у нас получился. Я наконец-то нашла цукини. У нас в магазине в Арусе, у меня не находило, не продают у нас цукини. Иногда можно у бабушек найти, которые стоят недалеко, продают тоже, сел приезжают. А это мы зашли вчера в Ака-маркет, искали баклажаны, которые тоже так не нашли. И я взяла цукини где-то килограмм. Сейчас пожарю. Я порезала, уже перемешала соль, перчик. Здесь, в принципе, больше ничего. Вот, уже сделала ресницы себе, буду сегодня видео снимать. Хочу, чтобы выходили, когда я буду отдыхать, когда мы уедем, хочу, чтобы видео выходили. И осталась у меня каша бугур. Помните, я делала? У меня где-то половина. Вот столько каши осталось. Я сейчас хочу сделать с горошком тоже, который остался в холодильнике. Сегодня, скорее всего, вообще выходить не будем. Все уркаются, я там какие-то таблицы складываю, списки в Excel, работает, короче. У нас такой обед, переходящий в ужин, уже половина пятого вечера. Так что, вот, поем и буду снимать видео. Для каши я готовлю вот горошек, то, что у меня остался с луком, не острым. И порезала помидорчик кубиком, тоже добавлю. Очень вкусный булгур с помидором. Досматриваю серию, вышли, оказывается, новые сотни. Давно не смотрела, пока готовлю. Вот, в принципе, так я и смотрю сериалы, пока крашусь или готовлю. Вот такой вот гарнир уже готов. Очень вкусно. Еще немножко чеснока потерла и добавила для аромата и для вкуса. И вот, как видите, в процессе жарки цукини. Уже попробовала, очень вкусно. Они, кстати, лучше, чем кабачки. Мне намного они больше нравятся, чем кабачки, потому что они более сладкий вкус имеют. Вот такой вот вкусный обед у нас получился, точнее у меня. Вот, вегетарианский немножко. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот булгур, конечно, с помидором и горошком, прям вообще бомба. И чесночка немножко добавила. Ну и цукини у меня тут целая тарелка еще. Все, будем есть. Всем пока. Друзья, доброе утро. У нас уже следующий день. Я не помню, когда я прекратила снимать влог. Я сейчас последние несколько дней вся в съемках тематических видео. Сейчас я еду на процедуру. Смотрите дом. Вы знаете, что я буду делать, наверное, уже догадались. Вот. Леснички мои до. Видите? А потом будет пысли. Я еду на ламинирование, плюс ботекс и ресниц, поэтому я уже собралась, все уже оделась. Сейчас я вам покажу, что я надела. И перед тем, как выехать, я готовлю завтрак Юре. Я делаю яичницу с помидорами, сделаю сейчас чай. Вот. Ну, в принципе, я могу уже выезжать. Вот такая красота получилась. И Юрка хочет вот такой вот чаек. Я его, честно, не пью, потому что очень сильно как-то болят почки у меня после него, поэтому я не пью. Саус Эп. Много ароматизатора. А Юрка любит. Он такой крупненький. Крупно-листовой. С козюлечками, как я называю. По-моему. А, нет, это не козюлечки. Это просто крупные листы. Есть такие еще с козюлечками. Вы поняли, да, листочки закрученные? Сейчас у нас по времени 11.39, а мне на 2 часа. Я хочу в 12 выехать, чтобы не опоздать. Нужно поменять уже эту штуку. Мне кажется, у всех есть такая вот любимая лопатка на кухне. И ручка уже подгорела. Вы знаете, эту лопатку я покупала, кстати, когда мы с Юра только съехались. Уже прошло 8 лет. Поэтому, блин, это она стоила самые дешевые деньги. Наверное, она стоила, я не знаю, примерно около 20 гривен. Я ее покупала в Ашане в это время. Так что, и она еще такая живучая. Тут все в процессе съемки. Вчера ночью поздно закончила. Сегодня вот так вот одета моя джинсовая юбка, которую я не помню, когда последний раз вообще. Я тебе помню эти пуговички покупала в секунде. Вот. Нашла ее. Просто увидела в шкафу и решила надеть. Вот. И хочу вам показать футболку, которую я недавно заказала. Моя обновочка поедет со мной на море. Такие замечательные колокольчики. Принт очень качественный. Очень качественный. Я ее еще пока не стирала. Но уверена, что после стирки она будет хорошо себя вести. Потому что принт настолько реалистичный и он не ощущается пальчиками. Вот если принт, знаете, такой бывает просто наклейка, конечно, после стирки может что-то произойти. А это именно как нарисованное, как настоящее. Реально очень реалистично. У них, кстати, на сайте есть 8 вариантов принта. Там еще была надпись. Две футболки с надписью есть. Я думала между надписью или же вот такими вот цветочками. Взяла все-таки такие цветы, колокольчики, чтобы к джинсам подходило. Ну, кто в инстаграме уже видел. Под юбку вообще тоже круто выглядит. Согласитесь? Не знаю, что обу. И, скорее всего, босоножки. Педикюры у меня сделаны. Уже такая загорелая. Вот, хоть на море когда была? Месяца 2 тому назад. Уже такая загорелая. Кому интересно, на футболочку я оставлю ссылку под видео. Переходите. Смотрите, какие есть варианты печати. Доставка очень быстрая. И сама футболка 100% хлопок. Очень приятная к телу. Вот. А я сейчас пойду переворачивать яичницу. И хочу вам кое-что еще показать. И недавно ко мне приехал вот такой замечательный горшок. Это все ручная работа. И это бетон. Такой нелегкий, я вам скажу. Здесь вот такая накладка, чтобы горшочек не царапал поверхность, на которой будет стоять он. И, девочки, это настоящий живой мох. Точнее, он стабилизированный. Он не растет. Но в то же время это не подделка. И он реально пахнет лесом. Хотела именно вот такой формы горшочек для того, чтобы делать красивые фотографии в инстаграм. Чтобы свет отражался и круто выглядело все так объемно на фотографии. Вот. Мне безумно нравится. На них тоже ссылку оставлю под видео. Кому интересно, заходите. Этот горшочек обошелся всего лишь 200 гривен. Там есть варианты. И они делают на любой кошелек. Даже могут сделать дешевле, если желаете. Пишите, спрашивайте, договаривайтесь. Узнавайте, какие есть цвета. Там очень огромный выбор. Палитра огромная оттенков именно горшка. И также мох. Можно выбрать цвет. Как видите, у меня сейчас комби. Это светло-зеленый и темно-зеленый. Но можно сделать полностью, чтобы был светло-зеленый или полностью темно-зеленый. Можно там есть розовый, фиолетовый. То есть выбирайте на ваше усмотрение. Просто пишите, любые ваши задумки и желания смогут исполнить. Самое еще главное, хочу отметить, что его не нужно поливать. Он живет до 10 лет. То есть это прелесть. Она реально живет до 10 лет. Если у вас не сильно прям так сухо в квартире. Но если, допустим, влажность потом наладится, он опять будет мягкий. Потому что в сухом помещении он становится таким немножко жестковатым. Но у меня, я так понимаю, с влажностью пока что все хорошо. Не знаю, как будет, когда включат отопление. Он у меня вот так вот стоит. Я его ставлю. Раньше он у меня на полочке здесь стоял. А сейчас я его ставлю все поближе и поближе к клавиатуре. Не знаю, мне как-то так вот нравится сидеть. Более уютно. Кусочек природы всегда рядом. Я уже приехала на ресницы. Пока сижу, жду. Хочу показать. Купила за 49 гривен. Нашла вот такую сумочку. Защита от воды. Знаете, в этих дешевых магазинах там все по 3 копейки. Червоная цена. Червона цена. Как-то так вот. Не знаю. Посмотрим на бумаге дома. Будет ли на самом деле защищать от воды. Потому что это очень удобно. Сейчас открою. Что могу сказать? Как по мне. Защита будет. Потому что смотрите. Здесь 3. Я не знаю, как они правильно называются. Вы поняли, да? Такие пластиковые штуки, которые закрывают пакет. Для денег. Телефону. Не открою. Я уже с Юркой. А, открою. Покажу вам. За 49 гривен. За 50, грубо говоря. Нормально, мне кажется. Еще такая черненькая. Черненький поясок. Мне нужен еще чехол для телефона. Такой, что сверху закрывается. Отдельно. Чтобы можно было еще через него снимать. Вау-эффект. Вау-эффект сразу после процедуры смотрюсь. Очень классно. Скажи. Вообще. Слушай, скажу это, я ей говорю. Вообще-то она мне сделала такую красоту. В этот раз, на самом деле, еще больше. А то потому, что реально накопительный эффект. И они как-то вот... Плюс, мне кажется, это еще и лечение к ним. Я когда наращивала, они просто ломались. И жигали короткие. А то они уже и отрастают. Потому что так вот мы за ними ухаживаем. Сейчас уже встану. Люда, большое тебе спасибо. Ну, прям обожаю тебя. Буду ходить к тебе еще и еще. Спасибо, тебе тоже спасибо, что приходишь. Спасибо. Отлично. И за подарочки спасибо. А, да, чехлы подарила ей. Помните, я хотела 7 плюс айфон? Теперь у меня плюка чехла. Да. А у меня крутые ресницы зато теперь. Вот. Сейчас свет так отражает. Вот. Смотрите, какая красота. Как наращенные, но это не наращенные. Это свои. Девчонки я уже дома. Купила баклажан. Мы такие хорошие баклажаны на рынке продавали. Сейчас пожарю. Хочу с помидором, чесночком и майонезом. Немножко Юрке сделаю. Он не в курсе. Так что это будет сюрприз ему. И получила я посылку такую объемную. Не знаю, честно, что. Сейчас буду открывать. Девчонки, признавайтесь, кто такое же делает дома? Кто такое любит? Может, какие-то другие крутые рецепты знаете? Пишите, делитесь. Видите, Юра уже принес арбуз. Взяли. Мы покупаем резанный. Чтобы видеть точно, что он красный. Очень сладкий. Как видите, вот это вот моя работа. Юрия оставила. На самом деле, он говорит, что не очень любит дыни и арбузы. Поэтому пойду-ка спрошу его, будет ли он. Или мне продолжать. Обычный домашний ужин сделала, приготовила макароны. Юра тут сало себе нарезал. И вот такая вот вкусняхочка. Юрке понравится. Юра, поздоровайся. Привет, привет. Ты в отпуске, тебя даже не видно. Да, я спрятался. Да, он сидит в стаблице каких-то, работает еще и что монтирует. Надо. Надо. Отпуск так называемый. Всем, кто ест, приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok